дорожку настелили этой коры наложили я попросил Никиту принести толкушку железную и проколотить хотя маленько вдавить сразу же он побежал и сделал приятность все размухло и какая-то часть войдет туда внутрь а то идти по ней нельзя просто сделано выпуклой специально Виктор Николаевич идет с миром царская дорожка смотри не скользко было липни ну да не скользко это вместо плитки асфальт а ты-то куда так собрался-то надето это белую давай голубицу давай это лебедушка благословите во славу Божию благодарю что привел Ангелину то хоть я посмотрел маленько но мы с ней это считаю это подружились конечно мячик понравился и щеточки понравились а Ольга когда домой поедет сегодня ночью я ее провожать вот думаю а куда начнем провожать на поезд до поезда дорога то видите какая не знаю на чем пока ну на чем да хотя я работаю на газель сделаю может и на газельки конечно для довольники всегда газелька ну кыш как некоторые подняты вот я гляжу ты ее бьешь и она сразу это плоской делается и ветром уже так не подует спаси Христос вот я его не выключил так и стоит в это время у меня не высчитывается нет Николаевич пришел, вот я теперь иду по этой дорожке, это только Гагарину так настилали ковры, вот у нас и дорога какая, здесь ямка была, вода стояла, она еще земли насыпали, сделали ее выпуклой, как дорогу, а теперь еще и вот нога не скользит, ну и маленький слой между ногой и этим остается. Поэтому называю ее белая лебедушка, сколько она прошла, 120 тысяч отмахала, ну мы каждую неделю загружались, минимум 750-800 килограмм, самих трое собачки, продукты с собой, где она только не была, особенно в Австрии запомнилось, садятся русские на корточки, фотографируют Россия, Газель, Путин. Помнишь, там какой-то, ну у них рейстаг свой, я не знаю как он называется, мы там остановились, нас кое-где прогоняли, вы куда прете, назад поверните, в Приднестровье, там, помнишь, сеть натянутая, военная обстановка. Ну нас проверили, чем мы, ну не ваххабиты взрывать машину-то, и позвонили, и нас беспрепятственно везде пропустили, дали сигнал. Это большое дело, когда люди расположены. А ты помнишь, когда в Болгарии было, нас не пропускали, там, румыны-то задержали. Я говорю, ничего не делайте, ребята, только молиться, выше давай. Руки подняли, потом сели в кабину и шторки задернули. Они сразу прибежали, паспорт в руки, а то начальство созванивается с министерством, а суббота вечер. Я говорю, врете? Я потом, когда отдали нам паспорта, я не поехал, я говорю, давайте я разберусь. Поехала, кто это нас задерживал-то, майор-то ваш где, нигде нету, так и не нашел я его. Такие события интересные. Помню, в одном месте было, ну, боимся где, чтобы не взорвалось, а нашли, как маленькая траншейка поросшая, затопили, хорошо. Утром встали, а это траншей от газа, газовая труба идет. Мы сидели-то на пороховой бочке всю ночь. Так интересно. Многие такие вот моменты, ну, встречались. И в одном месте, я сейчас не помню где, не выпускают, и все. Да подождите минутку, я говорю, чего они нас задерживают в библиотеке-то? А директор созвонилась во всей библиотеке, сейчас приедут. И правда набралось, сколько их там, чтобы выступили перед ними. И особенно запомнилось нам, когда мы были где, в Махачкале, когда нас в комнату намаза, для намаза пустили. В Дагестане, ну да. В Дагестане, да. Едем, и говорят, в Дагестане сегодня ночью священника убили. Ой-ой-ой. И стоят, главное, на перекрестках улиц, не просто автоматчики, а снайперы. Я нигде больше не видал. А потом мы натолкнулись на них, а там нас начали снабжать рисом, хлебом, помидорами. В магазине-то в этом, да? Где-то как, где это было? В Каспийск. В Каспийск. Так я им послал отсюда благодарность, на магазин. Кусок сыра отрезали, как кирпич хлеба, ему не взяли. Я говорю, нет, вы, это дорого. Да нет, да нет, да. И указали, где оставить, сдать. Вот люди сами. А в одном месте одна меня тайная. Это где-то было Ставрополье. Директор меня завела отдельно, машет меня, зайдите. Я зашел, она мне деньги сует. Еще помню, это Ростове-на-Дону, там какая-то такая перед библиотекой. Ну, все книги, какие люди дают. Она говорит, для нас это праздник, когда книги дают, привозят подарок. Ну, а наши-то книги, какие это, начни только считать и не вылезешь. Хорошие воспоминания остались. Правда, в последнюю поездку без нас ездили. Новая команда была. Марьясов Александр Сергеевич Пупков, Сергей Павлович и Валерий Сергеевич Сокольский. Пойду я в тиски зажимать, надо открутить. А где тиски? А он у Глушкова Игоря. А-а-а. Это Павлов дом, Никитин. Хорошо быть, братья, вместе. Сегодня у нас уже 5 октября, мы едем. Сейчас Никита пришел, а у меня здесь до 9 заплатило. А 9, это 10 утра, мне надо заходить в интернет, выставлять ролики. Вот я отойду сюда, ветер дует сильно. А денег нет. Никита сейчас пошел и перевел там 200 рублей за один день. Я говорю, да еще он посмотрел там 150, но еще останется на следующий год. Здесь лимитный. А у меня там прекращает снимать деньги. Ну сделали так, что 8-го уже мне можно открывать там в Барнауле. Ну, Никитушка у меня. Ты там дошел до конца? Да. Вот так. Так еще пройдусь немножко тут местами. Дай-ка я похолочу маленько, согреюсь. Ога. У тебя хорошая получается информация. Это я послушал, ты тут даешь где. Вот, смотри. Она маленько-то вдавливается. Я повторно буду бить тех, которые поднимают голову. Видишь, как приварил. Посмотри, вот как она сварена-то. Шикарно. Это Роман Устинок сделал. Мастер на все руки. В храме все это, потолки все это он с товарищем был. И здесь все заточенное. И вообще она, видишь, как надо видеть. Она просто так, не то, что там палочку приварила, а отлетела. Это все бесплатно делают. Я сейчас посмотрел. Бесплатно. Все удивляются. А где деньги берете? Меня постоянно спрашивают. А где деньги берете? Деньги-то это не малые деньги. За два года с половиной я в землю закопал, в землю закопал. Больше миллиона. Больше миллиона. Еще раз говорю. Только за прошлую неделю, с вчерашним днем, 95 тысяч ушло у меня из рук. Это не игрушка. А где берете? Где беру? Люди находятся. Помогают. При том, при всем я не прошу. Вот в чем дело-то. Это тайна. Я спрашиваю, а кому на телефон Билайн переводят? Как переводят? Ну, деньги переводят. Участок мне сигнал дали. Полторы тысячи перевели сегодня. Постоянные деньги. И по сей день не знаю, кто. Вот сейчас приеду в город. Ну, и кто больше всего нуждается. Как правило, это у кого дети там есть. Я даю телефон. Они снимают за сумму какую-то. Там рублей 300 пропадет. Я могу только сказать одно. За 55 лет, ни дней, я не воспользовался ни одним рублем, который мне давали. В Америке, там, здесь. Нынче вот приезжали люди. Были там в Италии работает. Демченко. В Италии. В разных государствах. Приезжали даже русские. А работали там. И мне деньги дают. Я говорю, а почему? Мне-то даешь. А почему? Ну, мы с женой рассудили, что лучше вас никто с деньгами не поправится. Понимаете, какое доверие. И деньги-то не рубль, не два. Речь идет о шестизначных цифрах. Почему? Сразу узнаю, как-то люди находятся, кому-то помочь. Я чем хвалюсь? Богом, Господь. Моего ничего нет здесь. Ничего абсолютно. У меня брат один. И говорит, вот вы заплаты-то свои все показываете. А я посчитал, как-то там 25 заплаток на штанах. Тебе деньги дают. Я говорю, так ты на шею заплатки-то дают. Хоть без штанов ходи, ни рубля не дадут. Я говорю, вот это вот все. Мне вспоминается случай, сестра рассказывает, моя Валентина. Тут внутри у нас пруд есть один такой, называется Матушкин. А я его, этот пруд-то как раз и организовал. Он был когда-то пруд, а потом все засохло. Ну и, как сейчас помню, 17 ветлина росло вот таких вот. А пилы-то никакой не было, двуручные только. И гости приезжали. А батюшка ляжет, я жду, когда он уснет. А я заранее с гостями договариваюсь, он выходит, гость. И мы пилим. А потом надо на чурке ее выкатывать. И только потом, летом, бульдозера пришли. Два бульдозера нанял. В этот пруд матушка ни рубля не вкладывала. Но она рядом живет. Называется Матушкин пруд. А там земля плодородная. И нынче оттуда земля. Они бульдозера плодородный слой в одно место утащили. А это на другое. Это кто идет? Никита. Никита подошел. Никита Андреевич тоже с собачкой. Спрашивает, как проверить, что вы деньгами вправе. Они как? Доверяют. Доверяют. Вот представьте, у меня дружба с директорами заводов. Станкостроительный был, РТИ. Дружба была с краевой администрацией, с городской. Мэр города приезжает ко мне домой. Баварин. А это не просто мэр, а в десятку лучших мэров Российской Федерации. Баварин Владимир Николаевич. Царство ему небесное. Погиб. Погиб при аварии. Едет в городе машину, руку высунет, машет. А кто я такой-то? Еще у меня нету. Дальше на его место тоже Владимир Николаевич Колганов. И с этим такие отношения. Обратился бы. В подвал копали. Вот таким буртом. И там сколько... Это и бурт идет. Земли таскали, таскали там бабушки. Все общины. А нанимай бульдозер, вывози. Ничего себе. Нанимай кран. Я пошел к нему, ни слова не говоря, прислали технику, все убрали. Что? Благодать Божия. Хвалящийся, говорит, хвались Господом. А что таить-то? Таить нечего. Я вот все вспоминаю, рассказываю. И вы на будущее просто имейте в виду. Это попадает осина, она скользкая. О, как идет легко. Вот приехал, нынче человек. Приехал. Весь в Германии был. Бывает так, первый раз только видит. Меня ищет. Зачем? Приехал и... Сует 3000 долларов. Если по 60 рублей, 3618, 118 тысяч. А он меня в глаза видел? Нет, никогда не видел. А вы просили, а как? Я даже не знал, что он приедет. Я о его существовании не знал. Ну, я кому скажу, как. А вот Господь избрал, что я не понимаю стоимости денег. Вот кубометр сейчас долларов был бы. Я бы его истратил в течение года. А куда бы дели? Я всем говорю. Первым делом купил бы Игорю Барабашу самый современный комбайн и сушилку. Комбайн там миллионов пять. И сушилка миллиона три стоит. Зерна сушить. Кормилиц. Земледелец, пермер. Ничего у него нету. Раз, сейчас сын помогает хоть. Сегодня гляжу, что-то ворота оторвало там у склада. Терентий там на коленках что-то приваривает. Я так понял. Деньги бы, конечно. И свой бульдозер, чтобы по терябке был бульдозер. Для Игоря. Хороший самосвал. Хороший. Обязательно бы. Все, миллионы стоят. Ну и что? Купил бы, может быть, даже драглайн. Миллионов. Ну, миллиона три бы и долларов было. Это же можно было мне подарить-то. Заранее обещаюсь, ни одного рубля на себя не потрачу. За 55 лет не взял. В Америке обижались на меня, возили. Видят носки рваные. Носки купили. Ни одного мороженого не сел. Даже дорогой братья наши ездили. Вот Виктор знает. Рыбу купят, варят. А я в это время гуляю. А еще потом. За стол не садился с ними. Конечно, им неудобно. А почему? Я так привык. Я же вам не запрещаю покупать за свои деньги. Моя задача экспедицию сохранить, чтобы она вернулась. Я про деньги речь веду. Про деньги. И которые люди живут рядом, они это знают. Это Господь делает. А как вы узнаете избрание? Избрание на деньги, что я не трачу. Из пенсии, которая у меня идет, на меня тоже ничего не попадает. Я за зиму ни рубля не потратил. За последние, я не знаю сколько, 10 лет ничего не отрабатывал. Так, лампа стоит, абажур. И 45 лет, 46 лет ей уже. Рубашку подчиняет жена и говорит, этой рубашке уже 30 лет. Там заплат... Видишь, что мне какая разница-то? Сон у меня хороший. Пища переваривается. Сухарей насушу опять. Да это жизнь бомжа, у вас все грязно. Не все грязно, на столу все чистое. Тут у нас строго соблюдается. Чистое, постное, молостное. Мне есть чем похвалиться моим Господом, как он совершает свое дело. Писание прямо говорит, похвалящийся хвалить Господом. Что, знаешь Господа? Я знаю. Я Господу говорю слова, которые нельзя может говорить. Я говорю, Господи, ты не ошибся, что избрал меня. Что мне деньги такие доверил. Иные терпеть не могут, когда я говорю это. А почему? А ничего у них нет. Вот сейчас любой подойдет, новый житель. А я в Потеряевке хочу пруды восстановить. Уже вот все восстановили. А я дорогу хочу сделать. Но только по этой, асфальтовой там еще может быть. Без техники большой. Уже сделано. Я поэтому с братьем, вот Никита стоит. И говорю всегда, благодарите Бога, что нам дал сегодня. Жить и есть хлеб в поте лица. В поте лица. Это первая райская заповедь. Нынче сколько мы перепилили? Вот сейчас маленько я огорчен. Тут мне купили пилу. Тогда покупали, подарили. Это пила 4 тысячи. Я спросил, хорошая у Романа, сколько стоит. Ну, это дорого для вас там. Я не знаю, около 20. Поехал покупать 30 уже. Отдал. Почему? Ну, а пила остается у Володи на деревне. Но мне охота, чтобы было лезвие длинное. Есть такое вот отсюда вот. Вот такие деревья. Тут у нас нет таких. Я бы тоже купил. Видите, какие расходы. Расходы нормальные. Ну все, Никита, благодарю. За то, что принес эту сечку, утащить ее назад. А на дороге там растопщат. Там еще не надо. Там не надо на самой дороге-то? Нет. Ну давай, скоро обедать. Ты вот это знаешь, что такое? Да вот нет. Нет. И я не знаю. Но мне кажется, что это Надежда Васильевна что-то нашла, тебе отдала. Держи. Надежда Васильевна нас все прибарахляет. Вот вот отнесу. Все? Отнеси ее. Видишь, как послушные ребята. Зазомбировал их, говорит. И все. Дальше на старика работают день и ночь. А ты их спроси. Вот Игнатов приехал с Украины. Углидар, город Углидар. Говорят, Донецкая, что ли, область. И он был. Вот сколько роликов выставляет? Никита говорит, так опять ролик с ним снимем. Опять еще 13, кроме сегодняшнего. 13. Все спрашивал, где был. Вот здесь вместе был. Вот опилки лежат. Это он как раз здесь и чистил. Вот тут уже собрали все. Такую дали ехать. Зачем? Ну он нашел. Это не нужно. Ну, шарик какой. Красивый. Совершенно беспородная собачка. Ну как у него синхронный раскрас какой. Какие лапки. Над глазами какие точки. Ласковые до невозможности. А, хвостик-то как у него. Ой, сколько эмоций. Никита бегает тут и бегает с шариком. Ну, хорошее? Хорошее. Все, во славу Божию. Благодари Бога. Благодарю, Никита. Слава Богу. Вот он где начинается. Деревья там облетели. Он закрытый. Там нынче ничего не было. Только, кажется, ягоды собирали. Роспотребнадзор нас потревожил. Они говорят, они закрыли, оштрафовали. Ничего не закрыли. Полиция ночью приехала 18 июля. 17 вечера. А в 18 я уже полностью лагерь расформировал. Обслугу распустил. А объявил это в деревню. Занесли в реестр. Имущество все передали им. Строение лагерное. Все деревне принадлежит. И сказал, нужно закупать дома и в деревню приглашать гостей. И нынче так были. Приезжал несколько раз начальник уголовного розыска и даже не спросил. Нынче такие хорошие. Ну, просто, как говорят, теплые отношения. Это Бог так сделал. И мы благодарим Бога за Роспотребнадзор, что нынче сравнивать не с чем. То ли там мазанки были, или здесь, здесь. Сейчас вот как сохранить и все. Говорят, криолинам везде надо там положить смоченые марли. Тебе к этому оборудованию не хватает еще, знаешь, еще Марьясова? И кручинок. Кручинок. К этим ключам приложить. Смотри, не растеряй гайки хоть. Я вот брата попрошу потом помочь после обеда. Пожалуйста, пожалуйста, бери. Пусть переоденется, чтобы не запачкаться. Мы сейчас обедаем. Пойдем с нами пообедаешь? Да я только что недавно. Спасибо Христос. Так, тебе на зиму, если нужна крупа, мука и прочее, ты знаешь, где брать. Ну, у меня есть, слава Богу, есть. Есть, если что, нужно будет. Сахар лежит здесь. Только меня заранее уведомить, скажи, чтобы я знал. В расчетах своих. Сахар лежит здесь и растительное масло. Спасибо Христос. Да, всегда. Потому что ты самый заслуженный работник был здесь. Даже больше на талии работал. Да, наверное, Надежда Васильевна тоже заслужена. Ну, да. Народный уже, да. Ну, слава Христу. Пошли мы обедать. С Богом.